Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях региона прямо сейчас. Адресная помощь. Сегодня день социального работника. За развитие добровольчества в Рио главы региона Олег Николаев учредил новый нагрудный знак и почетную грамоту. Производителям молока бюджетные субсидии в Чувашии окажут господдержку владельцам дойных коров. Сегодня в России отмечают день социального работника. Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня 1701 года Петр I подписал указ об определении в домовых святейшего патриархата богодельни нищих, больных и престарелых. Этот документ стал началом формирования государственной системы социальной защиты в России. Официально социальная работа как профессия появилась в стране только во второй половине 80-х годов. До этого ее функции выполняли священнослужители, медицинские, педагогические работники, социологи, психологи, работники разных общественных благотворительных организаций. Они всегда защищали и помогали тем, кому помощь была особенно нужна во время войны, эпидемии, экономических кризисов и в других чрезвычайных ситуациях. И сейчас, во время пандемии, социальные работники так же, как и врачи, на передовой. 4 тысячи профессионалов помогают пожилым, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, безработным. Эта работа, его значимость резко повысилась в последние три месяца. И я знаю, насколько сильно возросла нагрузка на людей, которые работают в этой отрасли, потому что, с одной стороны, сразу же возникла необходимость оказывать помощь по всем направлениям работы. С другой стороны, резко повысилось количество обращающихся за такого рода помощью. И, конечно же, все это очень сильно, с одной стороны, создало дополнительную нагрузку, но, с другой стороны, вот те люди, которые выполняют эту работу за счет своего вот такого благодушного отношения к своей работе, все целого, вот, отдаваниями этого процессу, ну, если не легко, но достаточно благополучно справляются теми задачами, которые возложены на службу социального обеспечения и поддержки. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. И все будет, как говорится, хорошо, если мы вместе и так же будем работать. Как работают герои нашего времени в период пандемии, узнавала Наталья Мальчикова. Пока все сидят по домам, кто-то ходит в гости. И это вовсе не злостные нарушители режима самоизоляции. Это социальные работники. Для пожилых их визит, как глоток свежего воздуха. Как себя чувствуете? Как дни прошли? Разумеется, карантин внес свои коррективы и в их работу. Все они в обязательном порядке проходят инструктаж по мерам безопасности, получают средства индивидуальной защиты. Мы внушаем мысль, что это не навсегда. Что от того, как мы себя ведем, как мы дисциплинированы, от этого зависит и исход всей пандемии. Работа социальных служб вообще не прекращалась ни на один день. Социальные работники даже по нашему Новочебоксарскому центру социального обслуживания обслуживают ежемесячно около 300 пожилых граждан. Кроме этого, работаем по заявкам, поступающим на Республиканскую горячую линию. О своих нуждах подопечные центра сообщают по телефону. Наиболее востребованная услуга – это, конечно, доставка продуктов питания и жизненно важных лекарств. Молоко, хлеб, йогурты, крупы, овощи. Обычно продуктовые корзины имеют стандартный набор. Пожилые люди заказывают все самое необходимое. Все, все, что заказывала, она принесла. Сейчас нагрузка, по словам Люции Бодровой, возросла в разы. Кроме постоянных так называемых надобников, на обслуживание приняли еще и тех, кто на самоизоляции. Стало быть, количество заявок увеличилось, и соцработникам приходится тщательнее планировать рабочее время. На сегодняшний день на моем попечении находится 12 человек. Я им всем помогаю, продукты, лекарства. Есть такие подопечные, которым нужно приготовить еду, которые не могут сами справиться. Которых мою даже. Есть такие. Кого-то достаточно навещать раз в неделю, а кому-то требуется два визита. Получается, что за день нужно выполнять 5-6 заказов. Надежде Владимировне 90 лет. Здоровье уже не то, сетует хозяйка. Спасибо, что она хоть приходит, помогает. Все напишу, что надо. То и приносит. Полы вымыть там и так далее. И стираем вон вместе. Они вместе уже почти 6 лет. Благодаря чему подопечной удается поддерживать привычный уклад жизни. Так, как она любит. Четко и по полочкам. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Нагрудный знак и почетную грамоту за развитие добровольчества в Чувашской Республике сегодня учредил в Рео главы региона Олег Николаев. Соответствующий указ был подписан во время видеоконференции с представителями крупнейших волонтерских движений. Спасибо. Стараемся соблюдать. Спасибо большое. Ой, это столько. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Очень рада, довольна. Так что, наверное, переживем этот трудный период. Сегодня, в период пандемии, добровольцы объединяют усилия. Они организованно помогают пожилым и одиноким людям. Более семи сотен человек пожелали стать волонтерами в рамках проекта «Мы вместе». Штабы помощи пожилым развернулись и в Чебоксарах, и в районах республики. Большое количество заявок было отработано ими муниципальными штабами, которые на местах отзывали свою горячую линию и активно осуществляли обзвон всех нуждающихся и оказывали адресную помощь. Помогать людям и объединяться для добрых дел в регионе начали еще задолго до пандемии. История движения волонтеров-медиков началась в 2016 году с санитарного просвещения населения. Волонтеры Победы уже три года организованно оказывают помощь ветеранам и хранят память о Великой Отечественной. Отдельные движения созданы при крупнейших вузах региона. В нашем волонтерском корпусе всего развивается где-то семь направлений, которые являются, я думаю, на счете, что очень важными в нашей деятельности. Это и благотворительное направление, это и событийное направление, это и патриотическое воспитание. Представители волонтерского центра Чебоксара помогают в организации масштабных мероприятий. Штаб есть и при партии «Единая Россия». С благотворительными фондами сотрудничают православные добровольцы. В деле развития волонтерства, добровольчества лежат, мне кажется, такие базовые, основные принципы, которые идут из глубины души человеческой. Это прежде всего добрая воля человека, проявлять личную активность для того, чтобы делать добрые дела. Дополнительный импульс развитию движения дал год добровольчества в России. Под девизом «Добрых дел» прошел 2019 год. Недавно мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтерства и волонтера в Чувашской республике. Так вот, я хочу подписать указ главы Чувашской республики, в соответствии с которым в Чувашской республике мы утверждаем нагрудной знак за развитие добровольчества волонтерства в Чувашской республике, ну и почетную грамоту за аналогичную деятельность. Положение и регламенты вручения этих отличительных знаков в ближайшее время разработает Кабинет министров, а волонтеры совместно с правительством начнут подготовку к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Жители Чуваши вняли рекомендациям органов власти, специалистов Роспотребнадзора не посещать кладбище в Родительскую субботу и на Троицу. Память ушедших в иной мир родственников и близких на этот раз почтили дома. Православный праздник в условиях карантина прошла спокойно и без явных нарушений. Было закрыто почти 900 кладбищ и у каждого из них дежурили патрули. Если мы прогнозировали в случае небезописного отношения наших граждан, как все происходящее ситуации, то мы ожидали даже всплеск после прошедших выходных, после праздничных, но этого не случилось, и слава богу. То есть мы удержали ситуацию на ближних цифрах. Да, они высоки на сегодняшний и по-прежнему у нас не укладывается. Один из показателей это процент свободного кодичного фонда, который на сегодняшний составляет всего лишь 19%. В связи с этим Северную клинику в Чебоксарах перепрофилируют в госпиталь для пациентов с коронавирусом. Там будет развернуто 150 дополнительных коек. Рифат Ваткулин, Юрий Марков, Республика. Этой весной погодные условия внесли существенные коррективы в график посадки картофеля. Из-за высокого уровня осадков и нетипично низких для весны температур, работы начались на две недели позже, чем в прошлом году. Чувашский картофель известен по всей России. Его с удовольствием покупают оптовики и продают в других регионах. Хорошего качества, современной селекции он долго хранится. Пусть с опозданием, но аграрии стремятся максимально засеять площади. На текущую дату в сельскохорганизациях и крестьянских терминских хозяйствах республики посажено 4403 гектара картофеля. План посадки картофеля в текущем году составляет 8200 гектар. На текущую дату посажено 54% к плану. Стоит отметить районы-лидеры. Это Батровский, Козловский и Комсомольский район, где посажено порядка 700 гектар в каждом районе. На долю этих трех районов-лидеров приходится почти половина площади посадки картофеля в республике. Почти 48%. Но есть и районы, где существенно снизили объемы посадок. Например, Валиковском, Мариинско-Посадском, Маргаушском, Урмарском и Янтиковском. Специалисты дают этому свое объяснение. Сеют то, что выгодно. Сокращение площади посадки картофеля стоит связывать с снижением доходности возделывания данной культуры. Она заметно уступает доходности возделывания зерновых культур, масличных культур, овощей открытого грунта. Те, кто сохранил картофельные поля, уверены. Получить хороший урожай, а соответственно и прибыль, можно. Нужно только вложить средства в техническое оборудование, средства защиты, наладить стабильные рынки сбыта. Ну, это же культура такая же, которая требует к себе внимания. Наверное, по новым технологиям надо уже вручную, ничего не делается. Все посадка, химзащита, химпрополка, все механизировано, уборка механизирована. Это хранилище обязательное с климат-контролем, которое построено у нас в районах различных хозяйствах. Сегодня Чувашия полностью обеспечивает себя картофелем и по объемам производства занимает второе место в Привожском федеральном округе в крупном товарном секторе. Высокий показатель обусловлен и мерами господдержки картофелеводства. Государство частично компенсирует затраты на приобретение элитных семян, до 40% субсидирует приобретение техники, возмещая до 20% затрат на строительство современных картофелехранилищ. Богдана Дойникова, Республика. В летнее время вместе с увеличением надоев снижается закупочная стоимость сырого молока у сельчан. Они практически остаются без прибыли. Чтобы поддержать молочное производство в правительстве республики, одобрен комплекс мер государственной поддержки. Из бюджета республики на поддержку селян планируется выделить 186 миллионов рублей. Субсидии получат около 20 тысяч личных подсобных хозяйств. Предлагаемый механизм господдержки предусматривает представление субсидий каждому личному подсобному хозяйству, имеющему двойных коров, поставки. Если одна голова в подворье, то 2300 рублей, где две коровы, то 3300 рублей на каждую корову, где три коровы и выше на каждую корову, то 4300 рублей. С выплатом планируем выступить в конце июня. Максимально сделаем, чтобы до 1 июля уже довести выплаты. Механизм получения субсидий простой. Жителям нужно обратиться с заявлением в администрацию своего сельского поселения. В документе указать банковские реквизиты, количество дойдых коров и обязательство сохранения поголовья до следующего года. Рифат Фадколин, Юрий Марков, Республика. Платежки без имени, фамилии и отчества. Некоторые жители республики стали получать обезличенные квитанции за квартиры, в которых они не проживают, но являются их собственниками. Рекоператор начисляет услуги за вывоз твердых коммунальных отходов. В Рио главы Чувашской республики поручил соответствующим ведомствам оперативно разобраться в этом вопросе и прекратить начисление по такой недвижимости. В республике пятая часть счетов, выставляемых за вывоз мусора, обезличена. Это 3923 по квартирам-многоэтажках и 97360 по индивидуальным жилым домам. Такую статистику дает сегодня Минприрода республики. А это значит, в 100 тысячах объектах недвижимости никто не прописан. Жители пишут жалобы и пытаются объяснить, что они уже оплачивают счета там, где прописано и живут. В министерство поступают сигналы, то есть люди пишут и в аккаунты в социальных сетях, и на электронную почту. Эти сигналы мы оперативно доводим до регионального оператора. Региональный оператор с такой трактовкой не согласен. Оказалось, в действующем законодательстве нет норм, которые позволили бы не начислять плату за такого, если нет сведений о собственниках. А пока кто-то платит, а кто-то нет. Проблема есть, проблема у нас на федеральном уровне, и поэтому в действующем законодательстве мы рассчитываем, что в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения, которые смогут как раз этот вопрос и урегулировать. Этот вопрос урегулировать можно и на региональном уровне, считают профильным ведомстве. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Александр Воробьев поручил регоператору уточнить все персональные данные плательщиков и только после этого рассылать квитанции. Еще один вариант. Собственники могут высылать в экоцентр данные, по какому адресу они уже оплачивают вывоз мусора. Это позволит избежать накопления долгов. И еще одна острая тема. Она касается владельцев участка, в котором приходят счета на вывоз мусора, но при этом на земле еще нет построек. Регоператор заверил, что будет сделан перерасчет, если жители предоставят документы о том, что на участке нет жилого дома. Но эти данные нужно будет подтверждать ежегодно. Наталья Мальчикова, Республика. В сегодняшнего дня возобновились междугородние перевозки без ограничения движения во времени. Таким образом, все межмуниципальные маршруты будут работать в соответствии с установленными требованиями и расписанием. Данное решение приняли на очередном заседании Оперативного штаба Республики. Напомним, в Чувашии действует особый санитарно-эпидемиологический режим. Продолжаются ограничительные мероприятия. Обязательным остается соблюдение масочного режима в транспорте. Доцент медицинского факультета Чувашского государственного университета признан виновным в получении взяток. Такое решение вынес Московский районный суд столицы. Напомним, в середине июня 2018 года преподаватель получил 40 тысяч рублей за сдачу студентка экзамена по фармакологии. Такое же преступление он совершил и в 2019-м. Сумма взятки составила 30 тысяч. При приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, преподаватель лишен права заниматься учебной деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях сроком на два года. Данный приговор в законную силу пока не вступил. Но и те, кто сами дают взятки, тоже должны понимать, что это деяние также является уголовно наказуемым. И по данному делу в отношении студенток, передавших взятку преподавателю, уголовные дела уже возбуждены. С начала года в водоемах Чувашии погибли 7 человек. Основные причины – несоблюдение мер безопасности и купания в необорудованных местах. Один из последних несчастных случаев на воде произошел 2 июня в Ибресенском районе. Утонул мужчина. Ему было 63 года. Тем временем республика готовится к пляжному сезону. Правда, купаться еще запрещено. В этом году на открытие купального сезона влияют два обстоятельства. Ограничение в связи с коронавирусом и плохая погода. Для того, чтобы искупаться без риска для здоровья, температура воды должна быть выше 20 градусов. А сейчас она не прогрелась даже до 15. В Чебоксаре все 4 пляжа уже готовы. Но в Чебоксарске подготовлено. В Маринском посаде, в Козловке сегодня на Суре готовим пляжи. Но купаться пока не разрешаем. Наши спасатели уже дежурят на пляжах. Хотя есть люди, которые иногда не слушаются. Но наши спасатели их предупреждают, что купаться нельзя. Закроется карантин, пляжный сезон откроется, уверяют спасатели. Сейчас в стадии подготовки находится еще 86 места для безопасного купания. Поменять профессию после 50. На базе техникума технологии питания и коммерции реализуется проект «Старшее поколение». Он составная часть национального проекта «Демография». Переподготовка проходит по стандартам WorldSkills. Участники получат квалификацию повар третьего разряда и возможность трудоустроиться по новой специальности. Я вам предлагаю сегодня совершенно новый способ приготовления теста, замешивания теста, который займет буквально несколько секунд. Я заранее уже взвесила муку и мы это будем делать с помощью блендера. Секреты приготовления разных блюд и лайфхаки кулинарии раскрывают слушателям курсов повышения квалификации. 12 участников от 50 и старше изучают основы поварского дела. Сначала они проходили теорию дистанционно, теперь перешли к практике. Всего курс рассчитан на 144 часа. Вчера у нас была лабораторная работа, посвященная супам. Сегодня блюдо будет из овощей и из муки. Сегодня мы будем готовить капусту тушеную. Вроде как обыкновенное блюдо, но слушатели получают третий разряд повара, поэтому они должны начать изучать все-таки с простых блюд кулинарии. Помимо капусты, сегодня участников ждет и задача посложнее. Они научатся готовить пасту с сыром. Макароны для блюда участники также готовят сами. Марина Антонова решила осуществить свою детскую мечту – стать поваром. Она уже более 30 лет работает в сфере дошкольного образования, а сейчас осваивает новую профессию. Я очень люблю готовить, люблю фантазировать, люблю угощать. У меня большая мечта – научиться самой готовить пироги. Я их не умею готовить. Вы знаете, у меня сейчас появилось желание обучиться еще на кондитера. Все, чему слушатели научатся за время курсов, они продемонстрируют на экзамене. Он пройдет по стандартам WorldSkills. В результате участники получат квалификацию повар третьего разряда и возможность трудоустроиться по новой специальности. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Республике в рамках празднования столетия со дня образования автономии проходит песенный марафон «Славься, Чувашия». Старт был дан в Красночитайском районе, сегодня к нему присоединился Канажский. Марафон проходит в онлайн-режиме. Муниципалитеты создают видеоролики, в которых рассказывают о славных страницах истории районов, их достопримечательностях, людях, составляющих гордость края. В них звучат гимны районов и городов. Марафон продлится до 24 июня. Конечной точкой станет город Чебоксары. Хэштег «Вместе Перле» объединит данную акцию. В итоге все районы и города исполнят гимн Чувашской республики. Таким выдался понедельник 8 июня. Увидимся в эфире на национальном телевидении Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова